ВОЙНА 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 21 июня 1941 года мне исполнилось 7 лет. ВОЙНА Перед войной мне уже было где-то 4 года, война началась. С этого момента я помню все. Исакова Валентина Андреевна. Педагог, активист ветеранского движения, почетный ветеран города Сыктывкара. ВОЙНА Уже подошли в кинотеатр Родина, и там дом голхозника был на противне, с репродуктора. Голос люди устанавливаются, слушают, и объявили начало войны. Мы повернулись к их по домам. Правда, с радостной вещью вроде как бы, что вот война началась, «О, мы немцам дадим, нас не трогай, нас не трогай». Вот, вот, Родина Кривка, там такие мы песни пели, пионеры. Вячеславов Гурий Иванович, выпускник гимназии мне Александра Сергеевича Пушкина военного времени, кандидат исторических наук, почетный ветеран города Сыктывкара. В деревне 13 домов, и из этих 13 домов 34 человека были призваны с первых дней войны. Война началась 22 июня 1941 года, а в июле уже забрали половину наших мужчин и молодых ребят. Курманова Тамара Айфаловна, педагог по образованию. Тамара Айфаловна посвятила свою жизнь общественной работе в комсомольских, партийных и советских организациях. Она является активистом Советов ветеранов Сыктывкара и почетным ветераном нашего города. Очень хорошо помню, отец у меня работал директором диспромпоза. Чтобы вы представили село перед войной, я должна сказать, что не было ни радио, не было электричества. И единственная рация, радио, была у него в кабинете. Почему? Потому что он должен был связываться с лесопунками постоянно. И вот в воскресенье он идет на работу, несмотря на то, что это выходной, идет на работу, включает рацию и слышит о начале войны. Тут же он посылает уборщицу за председателем сельсовета. И очень быстро, в течение часа, на центральной площади села собралось все население, от мала до велика. Отец у меня был редактор газеты какой-то, то есть грамотный человек, мы не колхозники. А когда его в армию забрали, мама решила, мало-мало-меньше у нас, старше меня 7 лет брат был, потом сестра старшая, потом я, и еще малышка родилась только что. И вот мама решила, что, ну, отец, наверное, в командировку уехал, а он на фронт. Говорит, я лучше в свою деревню всю эту кодлу забираю и поеду я к себе в деревню. И вот охота была ей тащиться в эту деревню, где, а в деревне не дают хлеба, нет карточек. А она пошла в колхоз работать, а у нее, гудно, еще ребенок. Я с этого момента, 4-летний ребенок, я стала взрослым человеком. 23 июня провожала первых добровольцев. И дети, и взрослые шли. Кто-то на гармошке играл, кто-то пел, кто-то там отплясывал, а кто-то на взрыв плакал. Ну, прежде всего, плакали, конечно, жены. Ну, а вместе с женами, конечно, плакали и дети. И вот так началась война. Вы знаете, что детство было очень трудное. Трудное было и в каком плане? И голодное, и холодное. Но с детьми-то мы все равно оставались. Ну, не высыхали, что ли, не плакали, что вот идет война. Мы чувствовали, что нужно что-то делать. В нашем доме открыли колхозные ясельки. Сестру мою на три года старше 10 лет, Веру, назначили заведующей ясельками. Мне семь с половиной лет. Я няня. В это... Сейчас... Даже мне самой трудно поверить, что я официально где-то числилась. Няньчица – это одно дело, что я официально считаюсь колхозницей, что на меня идут трудодни. И когда я в архиве стала искать свои документы и у других колхозников, очень четко написано, значит, Нефедова Вера Ефаловна заведующая ясельками колхоза имени красных партизан. Нефедова Тамара Ефаловна – няня этих же яселей. Военное детство в дедовском доме. Мы приехали в деревню, дедовский дом, видимо, прадед еще строил. Там всякие сараи, там такие колодцы, там это все, это все было зарыто. И нужно было все убрать и землю сделать уже плодородной, как бы туда сажать, картошку, лук, там это все. И вот это детскими руками мы это все спилили, все сделали, посадили. И после, уже тогда картошка выросла, тогда уже мы стали кушать. А так мы все, в общем-то, голодали, все, что привезли с собой, всю одежду поменяли на картошку, ну, кому-нибудь. И, в общем, в целом ели, выжили мы, и все это каторжный труд. Потом ходили елки пилить. Такая вот. Тут ручка, тут ручка, тут она, тут я. И елку пилим, пилим, а она никак. А потом она же может упасть и придавить нас. Потом нам мальчики помогли. Я с подругой пилили, пилили. Ну, в общем, вот так вот помогали. Боем предоставлены сами себе. Он, он, я первоклассница, он второклассник. И вот приходилось нам завыполнять все обязанности. Смотрим, корова не доена, мамы нет. Он надевает мамин платок, спускаемся вдвоем. Я там глажу корову, а он доет. Иногда корова устает, руки чувствует, жмется, молоко не дает. И дойка наша затягивается. Корова устанет иногда, ногой поддаст подольник. А брат лечит в одну сторону подольник, в другую сторону. Ну, мама в таких случаях успокаивала. Дети, не расстраивайтесь, молоко и завтра будет. Самое главное, чтобы выменю к корову молоко не оставалось. Мы рано походили, вечером назад, и все равно ходили туда на следующий день снова. Вот, и там вот это заготавливали, сено. Нас там и кормили, кормили там, я помню, кашей, овсянкой, но не присеяло это зерно, поэтому мы, когда кушали, процедишь так эту жижу, а шелуху выплевываешь. Повезло нам то, что в лошади, которая с нами там была одна, жеребенок, жеребенок сломал ногу, а где-то, 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 будем лечить, где-то, у кого, вот, ветеринаров, ветеринаров не было. И поэтому вот нам пошло тоже вот это, да, в корм. Несколько дней вот мы кушали мясо. Окна завешивали, кто чем может, как говорится, одеяло там какие-то большие шали бабушкиные и все. У нас наверху, наверху мы окна не завешивали, я не помню, там света не было, внизу сидели все, а внизу на окнах были ставни папа сделал, ставни не закрываемся и сидим при керосинной лампе. Вот, переждали так воздушную тревогу. Крупко Тамара Ивановна, педагог, активист ветеранского движения, почетный ветеран города Сыктывкара. Играли, естественно, играли. Дети всегда есть дети при любой ситуации. Мы очень любили играть и в войну, любили играть, любили кататься на лыжах. Наш отец изготавливал лыжи для всех. Ребята приходили, мастерили сами. Что не получалось, он помогал, значит. И мы очень даже боевые были, катались с самых крутых наших, с город и со склонов. Летом мы работали, но в то же время мы всегда купались. Я говорю, я вспоминаю, как будто я на речке выросла и в лесу. Наше военное детство было какое-то босоногое. Босоногое мы, вот родные все наши, были в Вильгарте. И мы до Вильгарта пешком ходили. Пешком никаких автобусов, ничего. Все очень хорошо. Идем себе там, когда песни поем, когда что-то рассказываем, какие-нибудь сказки или что-нибудь какие. А вдоль дороги цветочки собираем. Вот так. Учительница моя была очень такая умная, уже не молодая. Чтобы детей организовать, она каждый раз говорила, дети, чем больше колости вы соберете, тем быстрее будет победа. И даже говорила, каждый колосок – это пуля по врагу. Мы, конечно, по полям бегали, собирали корзины, сдавали. А зимой мы учились, как все. Школа семилетка очень скромная, деревянная, деревенская. В школе уже был электрический свет, а в нашем доме света не было. Мы занимались при керосиновых лампах. Я хорошо помню, когда провели радио, мы по-русски плохо понимали, но в коме передачи мы слушали с удовольствием. Идем утром, темно, снег вот так на тротуарах, а мы все равно идем на уроки. Из уроков опять. Так что учиться я пошла так. Меня никто не записывал. Ну, что, маленькая такая еще. Я вижу, что сестренка там что-то собирается куда-то идти, и брат они что-то куда-то идут. Я, значит, я говорю, куда вы идете? Мы, говорит, в школу идем. Я говорю, а я что? Я вскочила, в чем была там, в каком-то дурваном платье. А обуви у меня не было никакой. Это летом, как я, как обувь. Мы ходили-то босиком. Я схватила какой-то рванный свитер. Брат, видимо, там где-то рыбу ловил. И так лежала там свитер. Натянула на себя. И помчалась за ними. И пошла в школу. А школа, значит, в соседней избе. В избе, значит, две парты для третьего класса и две парты для первого. Учительница одна. А так как родители у многих ушли на фронт, отцы, то наши мальчишки были то валенки большие, папины, то жакет папин одет. Кто в чем одеты стали? Но мы никогда не смеялись друг на друге. Потому что мы знали, что это было тяжело. Всем было тяжело. Вот и пели, чего-то плясали, чего-то. И вот одной нужно было делать. Мы так, потом так, так, так. Все из нас. Престницы? Да. У нее не было шаровар. Я ей дала шаровары. Она была самая маленькая из нас просто. Ее наверх, а эти шаровары-то у нее спали. А целый зал сидит, учащийся. Удобрения в течение всех лет войны не привозили в зело. И зала заменяла это удобрение. Кто-то давал. Мы ходили по домам. У нас санки. На санках большая коробка. И вот ходим. Золу дадите. Ну, кто-то дает, кто-то не дает. И к весне мы уже собирали огромный сарай. Там на окраине был полный сарай. Вот этой золы. Это еще одна обязанность была наша. Учителя к нам очень хорошо, по-доброму относились. Они не только требовали, чтобы мы учились, чтобы мы научились шить, вязать, вести домашнее хозяйство, что-то готовить. Готовить особо, конечно, не с чего было. Но из того, что было. У меня 20 пар, 40 пар брюк. Я платья не ношу. И до сих пор шью. У меня руки золотые. Еще кроме этого. Стихи, как вы уже заметили, пишу я математически. А день победы? Это день победы. Порохом пропав, это праздник. Сединою на висках, это радость. Ммм, да, да. День победы, день победы, день победы. Узнали ночью. В два часа ночи узнали, что победа. Ну, поспал. И ночью, где-то часа в два, первый раз. Вот, не в шесть утра, а ночью. Раньше первое сообщение было о победе. Вот, я вскочил, схватил ружье. А у меня от брата ушел на фронт, оставалось ружье. Побежал за речью туда, в сторону Петуховки. Почему? Потому что мои друзья ушли на охоту. Я по охоте обращались, они не могли уйти. Встретил, они возвращаются с охотами ради Сидор-Полойа. Вот, я, как увидел, закричал, Борька, Бронька, война кончилась. Вот, а там Сидор-Полой, там же несколько домиков таких небольших было. Вот, там, значит, выскочил. И мы начали стрелять. Я свои патроны сколько взял, а они сколько осталось после охоты. Такую пальбу подняли. Люди выскочили, там, старик надеялся, что вы тут хулигает. Мы говорим, да война кончилась. Ну, как, тоже, углуками захлопал, побежал-то, а смотрим, там огонь, там огонь сожегся. Дети Моруси, мама сети Моруси, две сестры. На два года разница были. Обе очень похожи, их путали очень часто. Вот, и она, значит, ночью дежурила, а Боба у нас спал. И это самое, и по дутру, значит, вдруг стук, в дверь стук, стук, стук. Вот, это еще все спят. И она прибежала. Там, рядышком у нас как раз было квартал всего. Она прибежала. Спите вы, спите, а уже победа. Уже победа. Все потом радио включили, радио говорит, музыка играет такая. Уже чувствуется, что в войну ведь не играла такая музыка хорошая. В смысле, все что-то от Советского информбюро только мы слышали. Когда сдавали города, и от Советского информбюро тогда брали города и села, как говорится. Все время Левитана мы слышали. В городе уже что творилось 9 мая, кто плачет, кто смеется, все вместе, кто на гармошке играет, кто пляшет. В общем, творилось, не образевает, что можно трудно представить вот себе, вот эту обстановку, вот какой народ встретил эту победу. Уже потом, когда все, как говорится, проснулись, площадь тогда называлась, у нас сейчас, как называется, юбилейная площадь, да? Здесь Тифановская. Тифановская. Тогда называлась Красная площадь, все на Красную площадь туда. Трибуна была, где сейчас ЦУМ стоит. Вот там была трибуна, ну, может быть, чуть подальше. С трибуны речи говорят такие яростные, как будем говорить. Все радуются, кричат, целуются. Возле домов устраивают, вот так, как говорится, выносят стол. Ну, все-таки май был день такой трюкозый. Столы и стулья на улицу, на дома, с соседями, у кого что есть, вот такой был праздник. И там обнимались, целовались, плакали от радости. Никто никого не обидел, никто никого не ударил, но так вот дружно встретили победу. Мы не видели немцев, мы не видели никаких жесточенных боев и схваток. Но война дала о себе знать таким глубинкам, как наша. Папа вернулся с фронта. Уже в 1946 году снова на участке с Пашем огород. И выскакивает прошлогодняя картошка. Брат Роман мне говорит, слушай, давай испечем картошку. Ну, мама там была рядом, ухмыляется. Ну, собрали тоже, испекли, взяли в рот и тут же выплюнули. Вкус, оказывается, определяется степенью голода и степенью нужды. Я только вспоминаю, как возвращались с войны. Вот в нашу деревню вернулись трое. Все возвращались по одиночке. Когда их призывали, их всех вместе увозили в Айкино в райцентр, дальше в Котлас, а потом уже распределяли, кого на какой фронт. Это я уже знаю из рассказов. А возвращались, это был как праздник, что кто-то вернулся. Но для всех это, конечно, были слезы, потому что столько ребят, столько мужчин погибло на фронтах. И очень многие считались без вести пропавшими. Запоминающиеся, вот опять детские воспоминания такие, что после войны было очень много инвалидов без ноги, без руки. Некоторые без двух ног на каталке катаются. И чаще всего все попрошайничали работать. Кто их таких берет на работу, никто не берет. И работать в секретаре у нас особо, наверное, не было. Мужчин же брали на какие работы. Мужские специальности, у нас в промышленности как таковой тогда не было. И вот я помню, как же его звали? Не помню. Но ноги были вывернуты. И вот, знаете, вот обе ноги у него были вывернуты назад. Вот такой был ходил. Долго он жил, долго мы видели именно вот таких инвалидов послевоенных. И было страшно, конечно. Вспоминать, как были одеты. Все превозвращались в шинелях. Длинные, как сейчас вспоминаю, шинели. Почему-то я больше вспоминаю, что зимой возвращались. Наш дядя зашел в дом. Мы на палатах четверо, две сестры и два двоюродных брата. Он снял весь мешок свой, поставил на стол, вытащил оттуда сахар кусковой, большие куски. И всем, значит, на палате, всем по такому куску. А наша мама говорит, как же это так много. Это же недельная норма. Сахара не хватало. Поэтому мы не знали. Конфет мы не знали. Вообще не видели конфеты. И дядя решил, видимо, обрадовать нас, что вот такой гостиниц он привез. Или у нас вот в детстве все говорили. По коме «Я и Володь, я и Володь». Ну, дурак. Вовка дурак выходил. Он контуженный, после войны контуженный. Ко всем приставал. Но песни пел. Все песни наизусть. Знает, какие военные песни тогда пел. Все песни наизусть. Но контуженный, вот это самое, пристанет, начинает что-то говорить. Знаете, малышам-то, конечно, страшно, что они смели ничего. А взрослые-то все говорили, отстаньте от нее. Может быть, какие-нибудь его, не знаю, желания были. Вот я не могу сказать ничего, конечно. Но вообще, вот такие люди ходили, которых мы боялись даже. Это не значит молодежи легко. Трудно. И мне кажется, даже труднее, чем мы. Нам не хватало какой-то юбчонки, какой-то колтенки. Ну, совершенно голые. Обносились за время войны все. Все обносились. Я и с любой тряпки могу себе соорудить красивый костюм. Я всю жизнь шью. Это у меня хобби. Вот так мы учились. Седьмой класс закончили. На этом наше детство закончилось. И военное, и послевоенное. Дали нам свидетельство об образовании, что мы закончили неполную среднюю школу. Семь классов. Кто, ребята, пошли в колхоз работать, кто пошел дальше учиться в систему профтехобразования. Тогда назывались ремесленное училище, речное училище. Железнодорожное училище по профилям. Некоторые ребята ушли на сплав в поселке, чтобы больше зарабатывать денег. У мальчиков была мечта, чтобы у них были велосипеды. И где-то в девятом классе, вот я училась, уже стали покупать они на свои заработанные деньги. И что я хочу сказать. Кажется, что сейчас у молодежи есть все. Платье взяли, надели, так тут жмят, к чертует, я выбрасываю новое, покупаю. И так далее. Это кажется, что им легко и просто. А в самом деле настолько сложно им, я сочувствую молодежи. У нас было все про это самое. Понятно. Понятно как? Непременно с деревни убежать, непременно внедриться в городе, непременно найти хорошего мужа, да притом не зарабатывающего какого-то, а именно даже в голову не приходило. Непременно выйти только по любви, только по дикой любви надо выходить замуж. А теперь, значит, за деньги выходят и так далее. Нам даже в голову это не приходило. Я знала, что нам так и говорили. Не будешь учиться, в колхас пойдешь. Дихо этого боялась, чтобы не остаться в деревне. В драмтеатр меня не взяли, потому что мне не было сейчас столько лет, сколько надо было. Вот, а открылось музыкальное училище в деревянном домике, где был такой вот зал большой, потом маленькие еще две комнатки и коридорчик. И я пошла туда. Это уже был февраль месяц. И мне нужно было догнать все, что знали они. Надо было догнать. А там были приняты по росту, которые могли, как я, и маленькие. Этих маленьких оставили на второй год. Потому что не хватало рост. А меня перевели на второй курс. Ну, работала и в техникумах, и в школах, и детей учила. И недавно еще, буквально недавно, года три назад, помогала внуку, самому младшенькому внуку, его решать по математике. Очень сложные задачи. Очень сложные. Если раньше была музыка по радио, такая-такая, я обедаю с мужем, с мужем уже, сын уже взрослый, и я плясать на кухне. Такая веселая. И выучилась. Мне ни копейки никто не посылал. Чисто на одну стипендию училась. То есть, мне было легко, я знала, что надо делать. А теперь молодежи-то, они бедные. Бедные, что они могут, как? Ведь как? У меня-то была прямая дорога, я уже знала, что мне надо делать. А молодежи сейчас, так сложно. Так сложно молодежи. Я сочувствую. Пусть они сытые, красивые, но я любую, конечно, красивые, так все красивые. Это невозможно красивые люди. Но им очень сложно. Притом, так обдурили голову всем, что в Америке это рай. Все хотели в Америку вот это обдурили нас, когда капиталисты начали строить. А в самом деле в Америке тоже очень плохо. Очень плохо. Можно же жить в России и объездить весь мир. Я весь мир объездила. Никуда бы я не поехала. А как отношения с детьми были? У нас в школе были дети самых разных национальностей. И коми, и русские. Из поселка приходили немцы, белорусы, украинцы, поляки жили в нашем доме. Как они оказались, это уже, конечно, другая история. Им тоже жилось очень и очень трудно. они были оторваны из своих домов, привезены с теплых регионов, с Украины, скажем, которые, может, и снега такого не видели. Но у нас никогда не было крупных конфликтов. у меня за партой сидела девочка Клава Гиммельшпаг, немка. И у нас был один день, день рождения, 2 декабря 43-го года. То есть мы были совершенно одинаковые. И я после выходного приносила ей картофельные шанишки. У нас фуфайки были одежда. И вот Клаву я угощаю этими шанишками. Сейчас, когда мы с ней встречаемся, она мне все говорит. Какие же ты мне вкусные шанишки приносила? Какие вкусные? Я говорю, Клава, ну какие же они вкусные? Вода, картофель, может быть, чуточку растительного масла, соль. Все, больше там ничего, ничего нету. Но, говорит, все равно было очень вкусно. А я говорю, они были вкусные, потому что я тебе 17 километров несла за пазухой, чтобы они не потеряли ни вкус, ни запах, ни тепло. А она мне приносила выпечку немецкую, типа тортиков, как они назывались, я уже забыла, настолько сладкое. И я ела эту молоку. Это, сколько же они сахара кладут? Ну, как же это, в выпечку можно столько сахара тратить? На фронт брали не только людей, на фронт брали пушадей. Как только вскрывалась река, приезжала группа, отбирала самых лучших коней на фронт, вели тех же четыре километра до пристани, там уже баржа стояла с пароходом, загружали на баржу. Был очень красивый жеребец, черный, с белой точкой на лбу, белым пятном. И вот мы очень любили его. Ну, я-то, может быть, не столько, сколько брат. Они ночную ходили, на этом жеребце они катались, целыми ночами по очереди катались. Ну, в общем, короче говоря, вместе со всеми лошадьми взяли этого жеребца. Ну, навели до пристани, загрузили на баржу. Борта, баржа, где-то полтора метра. Только пароход отошел от берега, он перепрыгнул. Через этот борт приплыл к берегу, прибежал в свое стойло. Это было весной 42-го года. Сбежал. Осенью, перед закрытием реки, снова приезжает группа, взяли его. Конюх предупреждает, говорит, очень резвый. Стреножили. Что значит стреножили, знаете? Передние ноги перевязали веревками, и задние ноги перевязали веревками. И вот поставили на пристань. Когда уже пароход отплывал, перевязали. Нет, снова перепрыгнул через борт и опять пришел в стойло. Весной 43-го года снова забрали. Уже следили за ним. Привезли Вайкина. Вайкина они должны были выгрузить с этой боржи. И я сказала, что узкоколейная дорога должны загрузить их вагоны и уже повезти в Котлас. А там уже потом распределять по куда, куда, по какому адресу. Так вот, представляете, привезли Вайкина, когда стали загружать вагон, он опять выпрыгнул 80 километров по берегу, побежал, пришел в свое стойло. Назвали его дезертиром. Я вспоминаю, как мы поехали в райцентр. Школы выступали. Каждая школа значит художественная самодеятельность, как сейчас в фестивале конкурсы такого же типа. Учительница молодая нам благодарность купила шоколадные конфеты в развес. И вот мы возвращаемся с райцентра, это 20 километров по снегу надо по лесу идти, и она нам всем по 2 или 3 конфеточки тамала. А один мальчик говорит, зачем она конфеты купила, зачем она конфеты купила. Купила бы две буханки хлеба, мы хотя бы наелись. А потом через 25 лет мы встретились, я говорю, ты только не напоминай про эти конфеты. А он все равно напомнил. Учительница говорит, так мне же так хотелось, чтобы вы хоть попробовали эти шоколадные конфеты, какие они. Вот такое детство. Нет, и знаете, что еще? Да, еще я вспомнила листовки, почему-то самолеты все выбрасывали листовки. Какие листовки бросали? Маленькая была, читать еще не имели. До первого класса мы вообще читать не имели. Это сейчас в садиках учат и читать, и писать, и все прочее. А с первого класса пошли, палочки сначала писали, потом вот такую загогуленку. вот так нас учили и листовки. Что было в этих листовках, я не знаю, мы бегали, бегали и собирали эти листовки. Только сегодня читали рассказ на интеракцию. Я учусь в 11 классе, тоже там был момент про листовки, то, что якобы немецкие самолеты сбрасывали листовки с тем, призвали русских сдаваться. да это там, может в средней полосе, там где шла война. А у нас тоже, ну не немецкие наши самолеты, но сбрасывали листовки, я говорю, вот это я тоже помню. Листовки летали, мы бегали, собирали эти листовки. Что было в них, я не знаю, но я была, как говорится, еще неграмотной, поэтому я не знаю, что вот это помню. Наш труд высоко оценили, вот я скажу, что вот этот труд, который был вот мы даже вот в этих классах, в наших средних классах, даже не говоря, на старших, нас труд в сухо оценили. Вот достаточно было, если за годы войны ученики за летний период год работы накапливался, то они официально получили звание тружеников тыла. И вот мы как раз вошли в эти категории тружеников тыла. И уже после войны нас оградили тоже всеми медалями и за доблецей труд года великодесной войны. И все юбилейные медали получаю, которые сейчас выходят в связи с пятилетиями, там, 45, 50, и так дальше. Никому не могу подчиняться. Очень плохое свойство. Но и никого не стараюсь подчинить. Никого не ругаю, никого уж пальцем тронуть, там, шлепнуть ребенка или еще, ни в коем случае. Очень люблю детей. И все племянники, дети маленькие, у меня через мои руки все прошли. Вернулась сюда, и я считаю, что моя во-первых, учительница, ну, как сказать, истинная, 42 года отдана делу воспитания детей. После того, как вышла на заслуженный отдых, я потеряла своих мужчин, мужа и брата одновременно. И после этого меня пригласили на работу в городской совет ветеранов. И я 16 лет возглавляю комиссию по патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи. Сказывает, вот, значит, тут такой фронт, такой фронт, украинский и вовсе. Они дошли до такого-то города, до такого-то государства. А потом остановился и говорит, вот, вырастите и побываете в этих странах. А один мальчик говорит, может, даже в Америке побываем. А он говорит, может быть, жизнь продолжается, жизнь налаживается, все может быть. И мы теперь это вспоминаем, как будто он знал, что люди могут ездить в другие страны и действительно могут даже побывать и переехать не то чтобы побывать, а переехать даже в Америку. Мы прожили с ним 45 лет. И я его потеряла. 15 лет уже нет его. Я не просто так значит пишу стихи и объездила весь мир за эти 15 лет. Два раза съездила в Америку. Была в Париже, была в скандинавских странах, проехалась по Европе и так далее и так далее и пишу стихи. Но это конечно о нем я первое время думала вообще разговаривать с кем уже не смогу. А тут вот слушай я пришла о войне говорить а тут я уже даже это я всегда была с людьми всегда хотелось чем-то помочь поддержать особенно тем кто в чем-то нуждается потому что мы с детства сами знали как трудно без поддержки без помощи Являюсь руководителем клуба долгожителей там у меня девочки замечательные там учителя врачи и прочее одной девочке будет 100 лет в этом году считаю конечно счастливое мне 92 года будет 7 ноября в день красного календаря во-первых в празднике я родилась я жила с папой с мамой я жила с мужем у меня было два сына мужа нет сыновей нет папы с мамой конечно тоже нет но я же вот живая и я еще хожу 92 года вот исполнится 7 ноября сколько как раз месяц остался да а я все еще живая слышу кое-что вижу кое-что не все но но раз ты живешь наслаждаешься эта жизнь так коротка мне вот вчера родилась а уже умирать пора так что я считаю себя счастливым человеком у меня и в семье хорошо все сложилось две дочери одна работает в лесном институте вторая тоже преподаватель учительница так что во всех планах я считаю что я счастливый человек спасибо вам большое что значит любить любить это так просто любить любить суматошный наш век это роскошь сложнее ничего нет чем просто любить но думаю по секунду слеза наступит время самое что верное Систья на небо пулию без страх. Вновенья, 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 У каждого вновенья свой призон. Свои колокола, своя ветерина, Вновенья раздают кому позор. Как без славы, а грубой смерти нет, И скоро ты вновь несет про кровь. Течет с небес вода обыкновенная, И ты, вновь, почти полжизь весь днём. Когда он придет в твое мгновенье, Придет на дно большое плодом, Плодом воды во время злой летнего, И в общем-то просто помнить дом От первого вновенья до последнего, Вновенья спрессованы в годах, Вновенья спрессованы в столетиях, И я не понимаю иногда, Где первое мгновенье, где последнее. Не думай о секундах с высока, Но в сумме крылья самое точно верное, Скиська далека в пули у песка, Вновенья, вновенья, вновенья. Субтитры создавал DimaTorzok